А мы продолжаем подводить народные итоги года. Назгуль Исмуханова в 2019 году услышала самые желанные слова от докторов о том, что она абсолютно здорова. Психолог из поликлиники несколько лет боролась с онкологией и смогла победить. Свою историю она прислала на наш номер ватсап и стала очередной победительницей конкурса. В этом году я победила этот рак, вернулась на свою любимую работу и теперь готовлюсь стать мамой. Назгуль Исмуханова теперь вновь может позволить себе велопрогулки. Она долго боролась со злокачественной опухолью. В 2016 году врачи планировали вырезать детородный орган, но Назгуль отказалась. Целый год она скрывала от родных свою болезнь. Первое, что я почувствовала, почему именно со мной это происходит, почему именно я, был ужасный страх. Назгуль перенесла три сложные операции. Один из курсов интенсивной терапии прошел в Москве, а в этом году врачи сообщили, что болезнь отступила. Буквально 24 октября этого года мне сделали диагностическое обследование, сделали операцию последующую. И сообщили о том, что у меня гистологический анализ числый, о том, что я победила этот рак. Я была на седьмом небе от радости. Добро пожаловать. Это мой рабочий кабинет. Мы обычно здесь принимаем пациентов. Назгуль – психолог в поликлинике. Она продолжает вести прием пациентов и общаться с коллегами. Это они помогли преодолеть ей самый тяжелый период в жизни. Эти люди, они меня каждый день поддерживали. Каждый день. И это многое дает. Многое дает для сотрудника. Это говорит о том, что мы в одной команде. Сейчас. Просто я вспомнила те моменты. Ну, это позади. За годы болезни Назгуль многое переосмыслила. Хочет получить четвертое высшее образование. А самое главное – в свои 46 лет впервые родить ребенка. Готовлюсь быть мамой. Сдаю анализы все необходимые. Я продолжу учебу. Я также буду работать в своей любимой поликлинике. Также буду помогать своим коллегам, своим друзьям, знакомым, пациентам, моим любимым. Назгуль призывает всех, кто столкнулся с онкологией, не отчаиваться. Главное – не сдаваться и верить в исцеление. Мадина Сюмбаева, Рината Блухаиров, Информбюро, Алматы.